Уважаемые участники совещания, мы собрались, чтобы обсудить выполнение поручения президента о создании правовых основ для партийного строительства и развития в нашей стране гражданского общества. Сегодня на рассмотрение выносятся два законопроекта о гражданском обществе и об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений. Оба законопроекта очень актуальны. Сразу хочу сказать, рассматривая эту тему и законопроекты, мы будем подвергнуты жестокой критике, как с одной стороны, так и с другой. Наши сторонники нас будут критиковать за то, справедливо, что мы не вовремя проводим эти мероприятия и разворачиваем в стране процессы партийного строительства и как результат создания партии. Не вовремя. Ситуация в мире крайне напряженная, тем более этот мир вокруг нас с напряжением. И в такие времена любое государство начинает мобилизовываться и концентрироваться вокруг одной-двух фигур и так далее. У нас это президент по конституции, никуда от этого не денешься. А мы вот начали партийное строительство разворачивать, появятся новые партии. Естественно, что будут создаваться новые центры силы. Естественно, что будет структурироваться общество. Вокруг этих партий будут мобилизовываться люди и так далее. То есть, когда надо объединяться, мы вроде бы начинаем процесс какого-то разъединения. Но так нас будут критиковать наши сторонники, и они будут правы. С другой стороны, нас будут критиковать, если мы пойдем этим путем и примем вот эти два закона, что мы недостаточно демократичны, мы какую-то особую систему создаем, даже неизвестную в мире политическую систему общества. В общем, будут критиковать за недостаточный радикализм. Но я исхожу из того, мы обещали. Мы в свое время до принятия Конституции и в Конституции отразили это. Мы обещали нашему обществу, что мы эти вопросы будем решать. Обещали, надо выполнять. Вроде Конституцию принимали не вовремя, нас критиковали за это наши сторонники, что надо от этого отказаться, люди не готовы. Оказалось, что люди не глупее, а умнее нас. Конституцию поддержали, мы приняли. Процесс Конституционной реформы укрепил наше общество, а не разобщил. Поэтому, если обещали, надо делать. Думаю, что, несмотря на сложности и внутреннего характера, не надо упрощаться, и внешнего, мы спокойно пройдем этот этап. И еще, прежде чем что-то сказать по этим направлениям, должен обратить ваше внимание, что идти мы должны и делать шаги, учитывая то, что у нас происходит в стране. Надо исходить из наших реалий. И формировать вот эти направления партийного строительства, гражданского общества, исходя из наших реалий. Не надо ничего выдумывать. Не надо далеко бежать на перспективу. Не надо далеко забегать вперед, потому что не знаем, что будет завтра. Не знаем, какой будет мир. Фактически, у нас сложилось гражданское общество. Я всегда говорил, что опорой нашего гражданского общества является молодежная организация. У нас есть профсоюзы мощнейшие. У нас есть ветеранские, женские организации и так далее. Они являются основными опорами нашего общества, гражданского общества. Что касается партий, они уже сегодня вырослевались на горизонте. Мы видим их будущее. Поэтому тут тоже мудрить ничего не надо при регистрации. Поэтому надо исходить из реалий сегодняшнего дня. Процесс будет развиваться. Мы также будем совершенствовать партийное строительство и свое гражданское общество. То есть строго приземлиться и не отрываться от земли. Это для нас сегодня самое главное, чтобы не уйти в сторону и не натворить ошибок. Фактически, это обсуждение, продолжение, как я уже сказал, объективного конституционного процесса. По сути, начинается новый этап обустройства нашего общественного сектора. Прямо скажу, когда в постсоветских республиках с легкостью отказались от опыта СССР и шли на социальные и политические эксперименты, мы не спешили что-то быстро ломать, подходили ко всем вопросам вдумчиво и не торопясь. Время показало, что правильно делали. Нам удалось сохранить и профсоюзы, и коммунистическую партию, против которой воевали все, прежде всего, в Российской Федерации. Но я-то видел, что эта война против Компартии в России была в основном основана на личностных предпочтениях первого президента России. Мы были в добрых отношениях, и я полностью владел ситуацией. И понимал, что нам этим путем идти не надо. И, как показала жизнь, у нас Компартия никогда не была врагом и противником тех процессов, которые мы проводим в Беларуси. Мы воссоздали ведущую молодежную организацию, теперь это БРСМ, Пионерию, Белорусский Союз Женщин, Объединение Ветеранов и так далее. Я уже не говорю об общественных организациях. Еще раз повторю, это надежные опоры нашего государства. Тот капитал, который достался нам от Советского Союза, мы его рачительно сохранили и упрямомножили. Время идет. В современной Беларуси, в отличие от БССР, складывается уже не однопартийная, а более сложная конфигурация взаимодействия государства и гражданского общества. Появляются новые организации, стремящиеся к решению общественно значимых задач. И это хорошо, потому что вызовом современной жизни надо противостоять вместе. Вы знаете, мы все-таки будем предъявлять какие-то требования при регистрации и деятельности, особенно партии. Какие это должны быть требования? Как определить, правильно действуют партии или нет? У нас прекрасная есть организация, Всебелорусское народное собрание. Там будут представлены и политические партии, и гражданское общество. Так, Всебелорусское народное собрание определит контуры нашего будущего, определит ту колью, по которой будет двигаться государство. Присутствуют будут все. И будьте добры, вот этот курс, который будет там определен, будьте добры все придерживаться этого курса. Ушли влево-вправо, партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках. Ну, это как предложение в законопроекте. Мы с вами это обсудим, и если это приемлемо, это будет хорошая для, допустим, министра юстиции дорожная карта. В противном случае мы будем опять, одни будут тянуть на запад, другие на восток, третьи на юге или на север. И мы будем телепаться, относительно небольшая страна с небольшим населением, и не будем знать, куда нам идти. И вообще можем пойти в обратную сторону. Поэтому генеральная линия, да, не одна партия, несколько, но придерживайтесь вот этого курса. Вы можете более либеральными быть, а вы можете более консервативными быть, пожалуйста. Но курс должен быть определен. Определен. Ну, это просто так, мои размышления. А вы посмотрите. Ну, находятся и те сегодня, которые под видом, это в развитии социальных, благотворительных, культурных проектов, пытаются вовлечь белорусов в продвижение интересов вообще других государств. Мы это увидели в 2020 году. Таких видим мы отчетливо людей и организаций, и понимаем их цели. В этом вопросе недопустимы двоякие толкования, либо лазейки для тех, кто по-прежнему спит и видит, как внедряться в гражданское общество и расшатать страну изнутри. Вот как раз этот вопрос будет решен вот этим глобальным курсом, который будет одобрен Себелорусским народным собранием. Еще раз подчеркиваю, Всебелорусское народное собрание – это и органы власти, это и президент, это и наши общественные организации и партии. Основным условием регистрации и деятельности партии должны быть конструктивные партнерские отношения с властью. В данном вопросе важен четкий подход. Гражданскому обществу необходимо соотносить свои действия с государственной политикой. Вот они и соотношения в рамках принятого Всебелорусским народным собранием решения. Поэтому следует внедрять различные формы взаимодействия государственных и общественных структур. Высшей формой, как я сказал, станет Всебелорусское народное собрание. Что касается политических партий, в этом вопросе также нужно идти от жизни. Вот забегая вперед, я сказал, только от жизни, только. Еще раз подчеркиваю, мы не знаем, что будет не только послезавтра. Мы не знаем, что будет завтра. Мир меняется. Поэтому будем идти аккуратно, осторожно. Нас в спину никто не толкает, никто не гонит. Мы делаем все для своей страны. Начнем, допустим, с малого-среднего и будем спокойно совершенствоваться до неких Господом Богом придуманных демократических основ. Господом, а не американцами. В Беларуси своя система государственного устройства, решающая задачи. Она доказала свою жизнеспособность в условиях внешнего и внутреннего давления. Поэтому хороша та модель, которая обеспечивает гражданам страны достаток, мир и развитие. Сейчас это актуально. Причем мир и развитие именно здесь и сейчас. Люди хотят, кроме завтра, жить вот сейчас прямо. Вы знаете, я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Ну, может быть, новое поколение к этому. Вы придете, представители общественных партий. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании. Выборы президента – это будет раскачивать ситуацию. Посмотрите в Китае. Все-таки политика и партийная деятельность и прочее – это тоже профессиональная работа. И вот весь срез общества профессиональный, политический, был бы на Всебелорусском народном собрании. Избрали президента. Полномочия любые можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпинь на Всекитайском народном собрании в СНП, он что, не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятых. Поэтому вот мы где-то проявили слабость. Я побоялся того, что ну вот право у народа отберем. Сегодня я чувствую, что мы зря не шли вот от этой жизни. Пережили бы это. Но мы спокойно бы работали. А парламент? Избирали бы по округам, как избирали. Но мы уже это упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость. Мы к этому вернемся. Но не сейчас. И может быть не нам к этому возвращаться. Потому что второй нюанс был в том, что начнут меня обвинять, что вот я боюсь там народа, хочу держаться за кресло. Никогда не было у меня такой цели. Нет и никогда не будет. Не главная у меня задача сохранить там власть, как они говорят. Совсем такой нет проблем. Больше это вас должно волновать. Поэтому включение партии в процесс принятия решения, правда, на том случае, если они будут способствовать сохранению устойчивости развития политической системы. Опять возвращаясь к тому, что я вам сказал, если мы обозначаем курс и вот эту колею, в этом будет вся устойчивость. Начал агитировать за 1939 годы границу под Минском в интересах кого-то. Привет, до свидания, партия ликвидируется. Партия – это власть. И она влечет к себе как идеалистов, так и политических авантюристов. Вот почему я не активизировал партийное строительство, хотя меня многие-многие подталкивают. Но я всегда боялся, что ну вот появятся партии, начнут формироваться у них общественное движение, силы, партийное направление. И они начнут грызть друг друга. Это же немедленно будет перенесено в общество. Я это проходил в парламенте, в Первом Верховном Совете независимой Беларуси. Я видел, как там все это было организовано и как отдельные группы, группировки накатывали друг на друга и мгновенно переносилось все в общество. Поэтому подходить к данному вопросу надо взвешенно, стимулируя полезную государству деятельность партий и выстраивая жесткий заслон тем из них, которые будут нацелены на вредительство. Ну благо мы уже всех знаем даже по именам. Цель обновленного закона – сформировать крепкие партии, не имеющие разногласий по основополагающим принципам развития страны. Способные предложить перспективные проекты социально-экономического развития, главное принять активное участие в их реализации.